Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой Дава Дым. И сегодня мы находимся в магазине Four Seasons, город Алма-Ата, Шевченко 129. Что же у нас сегодня здесь на столе? Давай мы с тобой примерно попробуем разобраться. Не так давно я был в городе Шимкент. Там я нарвался на такой продукт под названием Tattoo Dark. Давайте по нему и поговорим сегодня. У нас здесь есть мундштуки, их три цвета, индивидуальные. Очень дешевые и очень доступные. То же самое и про табак, я могу сказать. Очень дешевый, очень доступный. О его характеристиках, качествах мы поговорим чуть-чуть попозже. А теперь давайте начнем говорить о внешнем виде данного продукта. Поговорим о нем. Как ты видишь по моей улыбочке, без подъебов здесь уже никак не обойтись. Tattoo Dark. Вот такие вот принты, которые у меня вызывают кучу сомнений о том, что покупать данный продукт или не покупать. Потому что зайдя в магазин и увидев такой табак, ты подумаешь в первую очередь, что это, блядь, такое? Что это за принты? Почему все так непонятно? Почему так все сильно перегружено? Баночка у нас идет вот такая вот кремовая, 50-граммовая. У ребят есть еще 125 грамм и 250 грамм уже для хареки. Ну и тут же сразу вам хочу сказать, у меня есть информация от производителя. И какой он дал ответ на то, что я у него спросил. Слышь, дядя, что за хуйня у тебя на упаковках нарисованная? Он сказал, что никакого отношения к татуировкам не имеет. И просто это пробный вариант, которым в скором времени будет меняться. И нужно было хотя бы что-то наклепать, чтобы было более-менее заметно. Поэтому сейчас о внешнем виде судить в принципе не стоит. Потому что это пробный вариант, так как табак еще не реализуется. Потому что нет акциза и они уже в ожидании получения акциза. И там уже будет все понятно. И как я уверен, что баночка тоже поменяется, потому что она некудышная. Идем дальше. Давайте посмотрим на брошюрочки. Что нам вообще предлагает такой бренд, как Tattoo Dark, город Краснодар. У меня здесь больше всего зацепила, знаете, вот эта надпись. То есть, когда я взял эту такую штучку, я такой читаю. Tattoo Dark. Мы не продаем табак. Я такой думаю, блядь, вы что, чай? Я что, только что курил чай? Блядь, что это такое? А потом опускаю глаза и вижу текст. Мы продаем удовольствие. Да, я с тобой согласен. С такими принтами, с такими баночками тут далеко не удовольствие. Тут даже не BDSM. Тут просто что-то непонятное. Но при этом мы будем сегодня разбирать то, что внутри этих баночек. Теперь давайте поговорим о вкусах. Здесь ребята подошли немного необычно. Что заслуживает отдельного уважения. Это как они прикольно назвали свои вкусы. У ребят есть совсем мало-мало моно вкусов. И большинство вкусов у табака Tattoo Dark это миксы. И миксы очень прикольно подобраны по географии. Давайте разберемся с миксами. Ибица Рей. Бали Резорт. Бора Бора. Мозамбик. Пукет Джуйса. Шри-Ланка. Ялта Кост. Ялта, ты должна заценить этот вкус. Твой вкус у Ялты арбуз, дыня, манго. Санкт-Петербург, который у нас в этой чашечке. Это виноград, голубика, мята. Гавайи. Гавайи Айленд. Дыня, манго, лесные ягоды. Мальдивы. Маракуйя, красная ягода, лесные ягоды. Дубай. Да. Если ты искорбница, то ты должна курить только вкус Дубай. Питая или Питахая. Короче, маракуйя, манго, арбуз, лед. Вот Азия, это вот про меня. Ледяной арбуз, медовая дыня. Айс, маракуйя, манго. А, мы уже перешли уже в моно вкусы, уже не географическое название вкусов. Айс, маракуйя, манго. Айс, грейпфрут, блюмист, экзотик лав. Это у нас лед, ментол, цветы маракуйя. Страубери, мармелад, скитлс. Да, тебе больше не нужно придумывать, как собрать скитлс, потому что табак, тату, дарк уже об этом позаботился. Айс, маракуйя, айс, вайлдбери, пич, миддау. Цветущие персиковые сады. Грэни, энерджи, холодный энергетический напиток. Толстед вайлдбери, жареные я... жареные ягоды. Толстед банана, жареный банан. Сладкая ледяная мята, минтойл. Хуба-буба, фруктовая жвачка, лед. Драгонбери, петахая, маракуйя, ягоды, лед. И айс, редфрут, красные ягоды и лед. В принципе, по вкусам все звучит очень сочно, очень сладко. Наш кальян греется где-то минут, наверное, 7. И я думаю, можно будет сделать первую тяжечку и понять, как этот продукт курица. А потом же поговорим про то, что у него внутри этой баночки, как все это легко забивается, насколько все это сложно. Даже смотря на этот вид, ты думаешь, что сейчас покуришь, забьешь и будешь курить что-то довольно-таки отсталое 2016-17 года на тот момент. Да, аромки, которые были. Но нет, у ребят здесь идет бленд Вирджиния плюс Бёрли, что уже говорит, ну, что-то хорошее. А также идут немецкие ароматизаторы, и они сразу, в принципе, чувствуются. По аромочке все здорово. Конечно, не хватает какой-то яркости, но по свежести, а как мы знаем, вкус Санкт-Петербург у нас это виноград голубика мята, то мятка здесь прям очень здорово залетает, и не бьет по горлу, и прям не очень-очень свежая. Что касается других вкусов, я прокуривал, не помню какие вкусы, но могу сказать, что манго, где есть манго, там топ. Где есть маракуйя, это, наверное, самая лучшая маракуйя по аромке. Да, я не скажу, что табак самый лучший, но аромка у нее очень хорошо легла на лист. Хуба-буба очень прикольная, прям немного окунула меня флешбеком в детство. И Бали тоже очень прикольный микс, я его тоже попробовал. По жаростойкости табак не очень сильно жаростойкий, здесь нужно быть аккуратным. Скорее всего, ребята будут делать то, что, менять технологию, менять, возможно, сырье перед получением акцизы, чтобы это было все уже хорошо, и спокойно стартовать, зная, что косяков в табаке очень-очень мало. Потому что сейчас он немного постоял, погрелся, я его еще курю очень халям-балям, да, где-то курю, где-то не курю, и я чувствую, как начинает перегреваться уже сама аромка. И, наверное, немного подгорает табачный лист, что очень-очень плохо в данном случае. То в Алма-Ате этот продукт стоит в районе 1000 тенге, и купить его можно и попробовать уже в форсизоне, то есть у кого нет прям бабла много, то можно сейчас урвать пару пробных банок и уже попробовать и понять, про что я здесь пытаюсь рассказать. То передать эту информацию вам очень сложно. Что нас ждет внутри? Нас ждет вот такая вот масса табачной продукции. Она не сильно вымоченная, она не сильно сухая, она вполне нормальная. В чашку ложится не как пластилин, можно разрыхлить, можно не разрыхлять, можно, конечно же, тромбануть. Конечно, если бы жаростойкость была повыше, то Слава Касаткин, привет, продукт специально для тебя. Но, к сожалению, жаростойкостью надо работать. Что нас радует? Нас радует цена в первую же очередь, потому что я смотрю на табак и всегда смотрю на цену. Если табак стоит дорого, но при этом говно, то поставить ему хорошую оценку нельзя. Если смотреть на табак, который стоит очень дешево, но не сильно крутой, но при этом его можно курить, то, конечно же, оценочка высокая, потому что, как мы понимаем, не у всех есть бабло покупать дорогой табак, а-ля Дарксайд и выше. Поэтому пока все нормально. Из минусов жаростойкость, некрасивая баночка, просто ужасный дизайн. И я бы, наверное, попробовал ребятам все-таки как-то обыграть название и оставить тату. Почему? Да, потому что это бренд, это по-любому уже как-то закреплено, да, все это сделано. Поэтому тату Дарк можно будет оставить, но нужно правильно обыграть, нужно правильно составить какую-то маркетинговую оболочку, чтобы это все было очень круто. Из минусов, конечно же, я скажу про жаростойкость. Над ней надо прям очень-очень работать. Также из минусов немного непонятные ароматы на некоторых вкусах, которые я прокуривал, потому что они не всегда такие яркие, как, допустим, пахнут с пачки, либо как очень красиво описаны в данной брошюрке. Подтянуть, подкорректировать, прокурить и бам! Выпустить уже продукт. Что касается дизайна, да, его нужно прям конкретно менять, потому что он такой, знаете, вафельный. Ну, вообще никуда. То есть, такое ощущение, как будто это какой-то дешевый снюс, и на него наклеили то, что наклеили. Я надеюсь, конечно же, что ребята все это поменяют, и ребята сделают все очень здорово и правильно смогут обыграть свое название Tattoo Dark. Я не знаю, сделали бы всякие машинки, да, там, вот эти татуировочные, да, и тогда было бы уже здорово. Общая оценка по табаку, когда мы складываем все плюсы, минусы, и самое главное, цену данного продукта, конечно же, нормальная. То есть, оценочка где-то примерно будет на 7 из 10, и этот продукт вполне можно курить, и, возможно, даже этим продуктом заменить твои любимые, типа, Щербетли и Адалия. Главное, просто попробовать. Поэтому это Tattoo Dark, компания, город Краснодар. У ребят скоро будет акциз, и я думаю, ребятки смогут как-то изменить свой продукт, чтобы о нем уже можно было спокойно, смело говорить, что продукт хороший, и его можно курить. А это у нас город Алма-Ата, магазин Four Seasons, Шарипово, 129. Забегайте сюда, потому что это тот самый магазин Low Coaster, где тебе не нужно много денег, чтобы купить все для кальяна. Субтитры создавал DimaTorzok